Алло, нет вы не туда попали, да ничего, до свидания. Алло, нет это снова я, да наверное вам дали неверный номер, да все нормально, до свидания. Алло, боюсь что это снова я, а вы звоните все по одному и тому же номеру, ну ладно, но все же этот номер точно не тот который вам нужен, хорошо, до свидания. Предведение Владимира Никляева в школьной программе по литературе, он лауряд госпремий и бывший председатель союза писателей Беларуси, песни на его стихи исполняла вся советская эстрада. Алло, я правда не знаю, что у вас там за проблема такая, а можете продиктовать номер по которому вы звоните? Да, это наш номер, но я понятия не имею о чем вы говорите. Нет, не знаю кто вам дал этот номер, но кто бы это ни был точно ошибся, может попробуйте лучше перезвонить туда? Да, да ничего, кто не ошибается. Ладно, до свидания. Максим, пусти свинец и убери за собой, даже великие художники оставляют после себя порядок. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Нет, вы снова позвонили по тому же номеру. Нет. Нет, я ничем не могу вам помочь. Вам правда надо узнать нужный номер. И нет смысла звонить мне снова по этому номеру. Нет, я ничем не могу вам помочь. Нет, я не могу. Вы пробовали звонить человеку, который дал вам этот номер? Я бы ему звонила. Пожалуйста, позвоните ему. Ладно. Ладно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Вы меня, конечно, извините. но я реально не понимаю, в чем проблема. Но могу вас заверить, что вам дали неправильный номер. Пожалуйста, не звоните больше по этому номеру. Я вам ничем помочь не могу. Максим, ужин почти готов. Алло? Если вы еще раз позвоните, я свяжусь с телефонной компанией и заплакирую ваш номер. Нет, я вам не угрожаю. Мне кажется, что вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете. И я бы хотела, чтобы вы прекратили это немедленно. Спасибо. Здорово, это я? Ну, понятно. Мама, как всегда, работает на кухне, не покладая рук. Тебе, Вусима, вместо женщины в доме ты уже определит на себя. Покажешь мне, когда закончишь? Люблю наши разговоры по душам. Так вот, а важный мальчик. Максим, я отвечу. Алло, это папа. Привет. Ну, как все прошло сегодня? Хорошо. Я рада, что все в порядке. Сергей звонил. Сказал, что в пятницу может забрать тебя из аэропорта. Ну, отлично. Нет, все нормально. Просто эти дурацкие звонки на телефон целый день. Нет, странно очень. Да, скорее всего, я просто накручиваю, как всегда. Ладно, еще созвонимся сегодня. Угу. И я тебя. Пока-пока. Что-то забыл? Слушайте, номер неправильный. Что вам еще не ясно? Что? Нет, я не одна. Мой муж в соседней комнате. Да, он рядом. Знаете, это совсем не смешно. И советую вам повзрослеть и прекратить это сейчас же. Мой муж в соседней комнате. Что вам нужно? Что? Что ты сейчас сказал? Да чтоб ты сдох. Максим, ты подходил к телефону. Макс, ты трогал телефон? Максим! Он спит. Да, я устала. Я пыталась. Я не могу уснуть. Я лежала в кровати, но мне только хуже стало. Так что вот решила пойти попить чего-нибудь. Нет, безалкогольного. Думаю, что вина у нас уже не осталось. Там портфейн, конечно, стоит, который тебе еще твои друзья принесли сто лет назад. Нет, я даже пробовать его не хочу. Да потому что он ужасный на вкус. Просто жутко как-то. И я понять не могу, почему я постоянно подхожу к телефону. Ничего не могу с собой поделать. Данил, даже знаешь, я ему сказала, чтоб ты сдох. Я знаю. Совсем на меня не похоже. А если я только хуже сделала? Я просто не удержалась. Ой, да прекрати ты. Вот теперь мне реально плохо стало. Ну ладно. У меня сейчас Максимкин свисток под рукой. Пусть только позвонит еще раз. Сразу оглохнет. Супер. Теперь и с электричеством что-то творится. Можешь повисеть немного? Там какие-то звуки. Нет никого. Вот теперь ты понимаешь, почему тебе нужно найти новую работу. Как все нормальные мужчины и делают. Да, как все. Слушай, опять этот звук. Подожди секунду. Я понятия не имею откуда. Да, все двери заперты на замок. Нет, на улице свет не включился. Ну тогда, если бы у нас были соседи, то, конечно, бы я у них спросила. Ты случайно ни с кем не ссорился в последнее время? Я серьезно. Тот, кто звонил, точно знал, что тебя нет дома. Нет, не мой брошенный любовник. Откуда мне такое счастье? Скорее, твоя брошенная дама. Ладно, я пошла спать. Кто бы это ни был, может подождать до утра. Уже сил не осталось на этих преследователей. Угу. Ну все, завтра созвонимся. Я тоже тебя люблю. Угу. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok